Приветствую вас, Анна. Как действовать, чтобы что? Давайте, наверное, разберёмся вначале с этим. То есть как действовать вы хотите, чтобы что в итоге? У мужчины свои проблемы и своя стратегия. У вас, очевидно, свои проблемы и своя стратегия. И, вероятно, свои цели. Вот. Так что я бы сказал, что вопрос здесь нужно ставить примерно таким образом. Что делать, чтобы что вы хотите. Дальше. По вашему объяснению, по вашему объяснению, я бы сказал, что получается такая картинка, как будто бы мужчина боится близости. Боится-боится сближаться. Он вроде бы и хочет этого, но в то же время этого боится. Вот. Я уверен, конечно, потому что это, ну, как бы, это мои домыслы пока что. Вот. Но выглядит всё это вот именно так. Примерно. Что человек просто боится сближения с вами. Боится ответственности. Вот. Я не буду говорить о том, хорошо это или плохо. Я думаю, что вы вполне способны ответственности на этот вопрос. Сейчас я могу лишь только зафиксировать одну важную деталь. А именно. Я могу зафиксировать деталь, согласно. Который. Вы такое впечатление, что пытаетесь на человека опереть. То есть вы не можете сами принять решение, сказать, ну, ты знаешь, вдруг вообще тут всё очень здорово, но... меня это не нравится, да, точно как бы. Вот. И всё. И уйти. Так вот так вот так вы поступить не можете. И в этом есть большая-большая проблема. Вот. Что вам по сути для того, чтобы принять решение, нужен человек, нужен, условно говоря, другой человек самостоятельно решение принять. У вас не получается. И это проблема, на мой взгляд. Потому что получается таким образом, что вы себе не доверяете. Вы не можете себе доверять. Или вы боитесь себя доверять, или вы боитесь совершать ошибку. Вот. Больше, ну, имел, на мой взгляд, место быть некоторый наезд. Вот. Некоторый наезд с вашей стороны. На мужчину, да, то есть как бы он сказал, что у меня проблемы, а вы ему говорите что это отговорка. То есть это какая-то такая уже, ну, родительская немножко позиция. Вот. Как мне кажется. И, собственно, хорошего в этой родительской позиции как бы, ну, ничего не может быть. Вот. То есть это некоторая такая требовательность к человеку, да. Она ничего не дает, кроме, ну, ну, кроме, там, негатива определенного, да. Кроме каких-то, ну, кроме, кроме ощущения, скажем так, ощущения определенной тяжести, там, в отношениях. Вот. И, собственно, отсутствие легкости, да, отсутствие какого-то, ну, осознавания того, что я живу своей жизнью, ты живешь своей жизнью. И, что как бы мы самостоятельные, да, люди, самостоятельные люди, ну, по жизни вообще. Вот этого ощущения, к сожалению, нет. Есть ощущение, что вы человека держите на расстоянии только потому, что боитесь, что будете от него зависеть. Вот. И, соответственно, сейчас уже потихонечку впадаете в такое вот зависимое состояние, потихонечку впадаете в такое зависимое положение, когда вы уже рассчитываете на него и так далее. И, поэтому, честно, я должен спросить вас, какое значение для вас имеет отношение, что для вас такое отношение, вот. И какие чувства вы испытываете к мужчине. Потому что есть у меня такое ощущение, что, ну, словно, не столько вы, там, у вас к нему чувства, да, сколько вот вам хочется какой-то, не знаю, серьезности, может быть, в отношениях. Хочется какой-то ясности, какой-то защищенности и так далее, и так далее, вот. С другой стороны, если для вас нормально, что после двух лет мужчина предлагает вам сразу практически жить вместе, то, ну, это определенная ценностная позиция, скажем так. Вот. И если это определенная ценностная позиция, то, мне кажется, что важно, чтобы вы эти ценности разделяли, да. То есть, ну, если, если, грубо говоря, ставится во главе угла совместное проживание, значит, будет такое вот своего рода преследование, там, я не знаю, своих целей, да. Это будет своего рода преследование своей позиции, вот, своей выгоды. Что есть? Это вот то, что, к сожалению, нормально достаточно. Как мне, опять же, кажется, кажется, да. Вот. Другой вопрос, приемлемо ли это все для вас. Если для вас это неприемлемо, то, соответственно, соответственно, решение нужно принимать вам. А мужчина преследует просто свои интересы и все. Надеюсь, что все решится само собой. Я не отличаю от того факта, что у него могут быть к вам искренние отношения, но, повторюсь, тут есть много нюансов, вот. И не все из этих нюансов ясны, исходя из вашего текста, из вашего сообщения. То есть тут надо бы задавать вопросы, поанализировать немножко, да, поисследовать ваше отношение к ситуации, чтобы было более понятно, более прозрачно, скажем так, то, что происходит. Вот. А последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то общее между вами и мужчиной. Вот. То есть, то есть, грубо говоря, между вами и вашей мужчиной должно быть что-то общее, чтобы отношения складывались адекватно, скажем так. Да? Вот. Если этого не происходит, то, ну, есть проблемы и будут проблемы, к сожалению. Поэтому, тут вот такой момент нужно обязательно учитывать. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать именно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было как минимум интересно. Вот. Я хочу пожелать вам, да, очень я хочу пожелать вам доверять только себе и никому больше. Вот. И обращайтесь за помощью, если она вам будет нужна соответственно. Всего вам самого доброго. Будем на связи. Буду рад у вас улучшению любой обратной связи.